Всем привет! Меня зовут Наталья Радина. Я мастер по наращиванию волос. Прически это мое хобби. Мне очень нравится наводить красоту. У моей модели волосы не наращены, как вы можете заметить. Волос очень мягкий, тоненький, совсем не густой. На эту стрижку, каре, я хочу сделать сегодня кудряшки на конусную плойку. Сейчас я смотрю, какой объем подойдет у лица, какой пробор сделать. В моей клиентке чуть за 40, здесь очень важно не добавить возраста с помощью прически. А наоборот, цель омолодить. Сначала мы прогофрируем всю голову, чтобы казалось больше объема, больше волос. Прохожусь плойкой я только у корня. Никакого стайлинга я пока не наносила. Я не парикмахер, поэтому не судите строго. Я всего лишь любитель. Поэтому вы можете понять, что эту прическу можно сделать, даже не будучи профессионалом. Я ускорила видео, чтобы не растягивать его надолго. Хорошо прижимаем гофры. У корня. И сходим на нет кончиком волос. Можно сделать гофры на все волосы. Можно немного у лица оставить нетронутыми. Подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться довольно часто выставлять новые видео про прически. Возможно, про мою основную работу. Это наращивание. Способ наращивания в моей работе это капсульный горячий метод. Еще называют его итальянская технология. А также можете подписаться на мой инстаграм. Я его указала снизу в правом углу на видео. А также мой профиль есть в ВКонтакте. Мой рабочий профиль. Все это я укажу в описании. Даже новичок может сделать эту прическу. Как видите, все очень просто. Так что можете не ходить к парикмахеру. Например, подруга может сделать спокойно вечернюю укладку. Будет смотреться, как будто вы вышли из салона. Я прошлась по всей голове гофре. Теперь также я начинаю снизу. Делаем начес. И крутим на конусную плойку. На корни я наношу пудру стайлинговую. Она хорошо держит начес. Только у корня наношу. Начесываем. И брызгаем лаком. Тогда получаются локоны глянцевые. И очень надежные. Эта прическа будет держаться, пока не помоет модель голову. Плюс лака в том, что все маленькие пушковые волосы, они приглаживаются. И в целом создается работа более чистая. Смотрятся локоны более гладкие, глянцевые, блестящие волосы. Почему я выбрала именно конусную плойку для данной укладки? Это потому, что для коротких волос это очень удобно. Было бы вдвойне удобнее, если бы у плойки была лапка. Тогда, проворачивая через лапку, они были бы еще более гладкие. Но у меня только такая. Вот. Если нижние волосы, они довольно короткие, самые короткие, можно накручивать их на самый кончик. Если волосы подлиннее, это к верхушке, то я уже начинаю крутить от основания плойки. Сначала мы накручиваем всю голову и оставляем в таком положении кудряшки остывать. Разбирать, формировать укладку мы будем в самом конце. Теперь раз за разом я делаю эту работу. Посыпала пудрой, начес, лак, плойка. В этой последовательности я прорабатываю так всю голову. Направление можно выбирать разное, это не важно. То есть можно крутить и от лица, и в направлении лица. Можно чередовать. Прически я делаю для души, поэтому я это делаю совершенно бесплатно. Если кто живет в Барнауле, кто хочет ко мне на прическу, можете мне написать. И мы вам сделаем укладку. Еще раз повторюсь, совершенно бесплатно. Фирму лака я точно сказать не могу. Покупала я его в модерне. Профессиональный лак. У меня они в принципе многие устраивают. Я особой разницы не вижу. Так что я считаю, можно использовать абсолютно любой лак. Пудра стайлинговая. Тоже я пробовала разные. Мне кажется, они действуют, работают, они одинаково. Они все неплохие. Пудра фирмы Тафт. Я бы хотела попробовать единственное, жидкий лак. Сейчас я пользуюсь сухим лаком. Жидкий, он еще более сильной фиксацией. И если делать прическу со сложным скульптурированием, то мне кажется, еще более сильной фиксацией она не помешает. Пряди, которые у лица, я их накручиваю в направлении от лица. Сейчас, когда я пересматриваю это видео, сейчас делаю озвучку. Мне кажется, я смотря на себя со стороны, маленько перебарщиваю с лаком. Можно брызгать гораздо меньше. Пару пшиков, думаю, достаточно. Достаточно. Пробор я выбрала. Я выбрала сразу, выделила его. Он у меня сбоку. Прическа асимметричная. С одной стороны я подколю невидимками. С левой стороны будет большой объем, начес. С асимметричной прической гораздо проще украсить лицо. Сейчас я разбираю каждую прядочку, каждый локон. Расческа, вилочка у меня. Нужно стараться аккуратно расчесывать локон, чтобы он не распушился. В то же время его нужно немного разобрать. Каждый локон я укладываю на свое место. На невидимку я накрутила немного волос, чтобы ее было меньше заметно. И двумя невидимками крест-накрест я приколола вот правую сторону. Можно выбрать красивое украшение. Когда добавляешь украшение в волосы, любая прическа, любая укладка становится праздничной, вечерней. Такой более нарядной. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем пока!